МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Соблюдай дистанцию. Старшеклассников и студентов Чебоксар и Новочебоксарска снова переводят на дистанционное обучение. Дополнительные автомобили. Центры сопровождения амбулаторных пациентов в Чувашии обеспечат автотранспортом. Эта музыка будет вечной. Симфоническая капелла готовится к фестивалю. За последние сутки в Чувашии диагноз коронавирусной инфекции поставлен 110 людям. 10 вылечились, летальных исходов нет. Доля учеников, заболевших коронавирусной инфекцией, составляет 0,07% от общего числа. В связи с этим старшеклассники и студенты Чебоксар и Новочебоксарска перейдут на дистанционное обучение. С 24 ноября на дистанционное обучение переводятся ученики 9-11 классов школ Чебоксар и Новочебоксарска, студенты высших и среднеспециальных учебных заведений республики. Сегодня старшеклассники, они наиболее адаптированы к дистанционному обучению. Им легче ориентироваться и выстраивать свою работу в онлайн-режиме, чем младшим школьникам. Я сейчас говорю о учениках 6-7-8 классов, потому что они менее подготовлены с учетом возраста, и, конечно, им необходима где-то дополнительная помощь родителей, где-то дополнительная помощь педагогов. А с точки зрения старшеклассников, для 9-10-11 классов это уже норма жизни. Кроме этого, в Чувашии на две недели приостанавливается работа в сфере дополнительного образования. Потому что это те места, где дети из разных школ, из разных территорий, из разных районов также собираются в одном локальном пространстве, и угроза заболевания и распространения коронавирусной инфекции возрастает. Поэтому дополнительное образование – это тот наименьший риск, на который мы готовы пойти для того, чтобы минимизировать общение детей. На время дистанционного обучения дети льготных категорий будут обеспечены продуктовыми наборами. В пятницу будут подведены промежуточные итоги перехода на дистанционное обучение студентов республики и старшеклассников Чебоксар и Новочебоксарска. Ульяна Пятакова, Андрей Шоклев, Юрий Марков, Республика. Сегодняшнюю планерку глава Чувашии провел дистанционно, как он сам объяснил, из-за ОРВИ. На этой неделе Олегу Николаеву предстоит командировка в Москву. Сегодня он заехал в республиканский кожвендиспансер, чтобы сдать тест и познакомиться с работой лаборатории, которая ежедневно проводит до 700 анализов на коронавирусную инфекцию. Здесь проводят лабораторные исследования тестов на ковид, которые приводят из медицинских организаций Чебоксар, а также южных районов республики. И пробы поступают в первый кабинет, кабинет для выделения проб. Давайте посмотрим. Тут что происходит? Мы получаем пробы, значит, очищаем, выделяем участок РНК. И тут поэтому называется выделение проб. Вот в таких шкафах происходит. У нас производительность 700-800 проб в сутки. Мы уже сделали 102 930 исследований на ковид. Тут выделение произошло, и уже вот эта череда оттушка передается в следующий кабинет. В день лаборатория способна провести 700-800 исследований. С новой станции производительность увеличится в два раза, а значит и количество тестов. Здесь занимаются выделением иммуноглобулина при исследовании на ковид. Сейчас в Чувашии разработали программный продукт, который позволит сократить время получения результата. Та задача, которая поставлена правительством Российской Федерации о предоставлении результатов обследований в течение 48 часов. На сегодняшний день подготовлен практически на исходе уже программный продукт совместно с Минформополитикой и с нашим медицинским информационно-аналитическим центром, который будет предоставлен буквально на днях, который позволит данный продукт с момента забора, значит, результаты анализа и оповещения об этих результатах непосредственно до пациента. То есть 48 часов мы будем укладываться. Значит, варианты оповещения пациентов – это будут либо это смс-информирование, либо это, значит, на электронную почту. Новая лаборатория поступит в лечебное учреждение Республики в ближайшее время. Наша задача – определять или выявлять максимальное количество больных на ранних стадиях. Чем раньше мы выявим, тем, значит, легче болезнь пройдет для тех людей, которые подхватили эту заразу. Поэтому сейчас, понимая это, и правительством Российской Федерации выделены дополнительные средства на приобретение оборудования. Задача стоит еще больше прерести, чтобы, как я уже сказал, самое главное – выявить на ранних стадиях людей, которые заболевают, и максимально быстрее начать лечение, изолировать людей, и соответствующим образом маршрутизировать людей в зависимости, больные или здоровые. Центры сопровождения амбулаторных пациентов Чувашии обеспечат автотранспортом. Об этом сегодня заявил глава Чувашии Олег Николаев на еженедельном совещании правительства региона. Для снижения количества заболевших ковидом и эффективного их лечения организовано 30 центров сопровождения амбулаторных пациентов, которые переносят заболевания в легкой или средней форме. Здесь больные получают соответствующую помощь. Им бесплатно доставляют лекарственные препараты. Для обеспечения этой деятельности на сегодняшний день задействован автотранспорт. Но, коллеги, я вот именно на автотранспорте хотел бы сейчас привлечь внимание. Даю поручение проработать вопрос дополнительного привлечения автотранспорта для обслуживания амбулаторных больных. Первое – это каждый такой центр амбулаторного сопровождения больных оснащен или к нему прикреплен несколько единиц транспорта для того, чтобы врачи могли по вызову быстро доехать до больных и обслужить максимальное количество больных. Напомним, что при поликлиниках работают телефоны горячих линий для удаленной поддержки и сопровождения амбулаторных пациентов, в том числе и с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Их номера можно найти на сайте Республиканского Минздрава. Строительная компания «Гранит» обещает сдать дом по проспекту трактора строителей. Позиция 42 в Чебоксарах уже на протяжении полугода. На последней встрече с Минстроем Республики застройщик озвучил новый срок – конец года. Наталья Москвина – одна из тех, кто признан обманутыми дольщиками в этой позиции. Таких 80 человек. В 2019 году вложила долевое участие. Дом начали строить в 2016 году. Отзывов плохих не было. Решили купить сюда с детьми. Вложили маткапитал. Обещали 30 июня 2019 года дом сдать. По сей день мы ждем свой дом. Раиса Миралик Первого пришла на встречу по просьбе своей племянницы. Ее семья взяла ипотеку на 10 лет. И при этом им приходится оплачивать съемное жилье. В 2014 году переехали с Украины из-за военных действий. И теперь живут, снимают квартиру. В ходе проверки объекта государственным строительным надзором было выдано предписание о необходимости укрепления склона оврага. Проектной организацией не совсем был оценен этот сложный рельеф. И, соответственно, в ходе приемки выяснилось, что все-таки придется это дополнительное сооружение делать, чтобы обезопасить сползание данного грунта. Объект не считается завершенным, пока на нем ведутся строительные работы. Именно поэтому будущих жильцов до сих пор не впускают в их квартиры. Вопросы о завершении строительства дома находятся под контролем прокуратуры района. Ранее в деятельности застройщика выявлялись нарушения как градостроительного законодательства в период строительства данного дома, так и законодательства об участии в долевом строительстве. Принимались меры реагирования, в том числе в виде возбуждения административных дел, по результатам рассмотрения которых должностные лица застройщика привлечены к административной ответственности. Сейчас часть выданных предписаний уже выполнена. На окончательное устранение недоделок требуется примерно две недели. Для того, чтобы участники долевого строительства, чьи объекты по каким-то причинам не сданы в срок, могли получать достоверную и оперативную информацию о положении дел, Минстру Республики намерен проводить подобные встречи еженедельно. Екатерина Шиверова, Сергей Копеев, Республика. Сегодня в Чебоксарах около 13 часов дня на Московском проспекте загорелся автобус 35 маршрута. К счастью, пассажиров и водителей на момент возгорания в салоне не было. Издали был виден густой черный дым. Водители останавливались рядом с транспортным средством и пытались потушить его своими силами. В считанные минуты на место события прибыли и пожарные, однако машину спасти так и не удалось. Она полностью сгорела. Причина возгорания пока не установлена. На момент прибытия в подразделение пожарной охраны транспорт был полностью охвачен огнем. 15.35 – полная ликвидация пожара. В результате пожара пострадавших нет и эвакуированы до прибытия пожарных подразделений 14 человек. К тушению пожара привлекалось 28 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС 13 человек и 4 единицы техники. В Чувашии начинает свою работу Центр управления регионом. Структура, которая создается одновременно во всех субъектах России. Обращения, поступающие от жителей Чувашии из открытых источников, профильные органы будут рассматривать более оперативно. Анализу и оценке подвергнутся все основные сферы – образование, соцзащита, здравоохранение, транспорт, дороги, системы обращения с ТКО, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика. Выстраиваемая система работы с обращениями будет способствовать улучшению качества онлайн и оффлайн-коммуникаций. Важным инструментом работы Центра станет тепловая карта, которая в режиме реального времени будет отображать картину существующих в Республике системных проблем. Это позволит более эффективно анализировать их и предлагать комплексные решения. Базовой платформой для Центра стала федеральная аналитическая система «Инцидент-менеджмент». За два года ее существования было отработано свыше 25 тысяч запросов от жителей Республики. Среднее время ожидания ответа составляет 3 часа 20 минут. Чувашия вошла в число 8 пилотных регионов, где будет реализовываться проект по развитию промышленного туризма. Программу разработали Агентство стратегических инициатив и Минпромторг России. Участвовать в этом проекте решили 7 предприятий Республики. В ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. Один из трендов последнего времени – открытость. Она говорит об уважении к покупателям и становится конкурентным преимуществом. А потребители, знакомясь с производством, выражают большее доверие к бренду. Кто-то получает инвесторов, кто-то получает лояльных дистрибьюторов, потому что, посещая предприятие, видит весь производственный цикл, понимание у дистрибьюторов, кто реализует, скажем, дорожную технику, трактора. Появляется и понимание процесса, логики, как строится производство, и конечного продукта. То есть вовлекаются и становятся вовлеченными в предприятие. Кому-то дает узнаваемость, кому-то дополнительную рекламу. Ну а для кого-то один из самых основных вопросов – это кадры. Студенты, школьники посещают предприятие, скажем, электротехнического кластера. Они могут сориентироваться на выбор дальнейшего жизненного пути, увидев, какая возможность перед ними открывается, какие интересы, чем могут заниматься. То есть для них это открывает новые возможности. Основы предпринимательства или как стать успешным бизнесменом? Ответ на этот вопрос искали ученики цивильской школы номер один. Деловую игру с ними провели бизнес-тренеры. В каждой команде вам нужно будет выбрать руководителя. Ваши задачи нужно в каждой команде показать, к какому психотипу относится ваш руководитель. А психотипов руководителей всего пять – диктатор, демократ, пессимист, манипулятор и организатор. По одному в каждой команде. Они должны были разыграть сценку, причем так, чтобы остальные угадали, какой из психотипов им достался. Эй, олухи, на совещание! Так, какая, короче, ситуация. У нас кто-то ложился, я даже не знаю, кто. Но на это место я устрою в камень. Лизе Григорьевой досталась роль диктатора. Мне было очень странно находиться в этой роли, потому что я люблю слушать мнения других и не воспринимаю себя как лидера, больше как ведущего. Так что вот этот опыт был очень для меня новым и интересным. А Саша Иванова примерила на себя роль подчиненной. В ее команде руководителю попался психотип-организатор. И именно благодаря игре Саша поняла, каким руководителем хочет стать. В будущем я планирую открыть свой фитнес-центр. И, естественно, я бы хотела стать больше руководителем-организатором. Чтобы меня любили сотрудники, я их любила. Чтобы у нас были общие вопросы, которые мы тоже решали сообщим. Вообще деловая игра, она подразумевает развитие своих будущих предпринимательских способностей. То есть это и коммуникативные способности. И развитие навыков таких, как умение договариваться в команде, умение отстаивать свою точку зрения. Обучающие курсы «Азбука предпринимателя» и «Фабрика предпринимательства. Дети» проходят в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Курсы делятся на несколько блоков. В одном участники прорабатывают все разделы бизнес-плана, в другом разрабатывают свой. В финале конкурс лучших бизнес-планов. В дальнейшем они, конечно же, могут обратиться за наставничеством. То есть мы абсолютно не против поддержать начинающих предпринимателей. Мы будем консультировать их дальше уже при начале своего бизнеса. Большое спасибо организаторам. Очень понравилось. Было приятно получить опыт в роли предпринимателя в столь юном возрасте. В республике федеральный проект «Популяризация предпринимательства» реализуются Минэкономразвития Чувашей и Республиканским бизнес-инкубатором уже второй год. Школьники и студенты получают базовые знания по ведению предпринимательской деятельности, лидерству, работе в команде. Получают первый опыт формирования бизнес-идей, обучаются навыкам пошагового формирования бизнес-плана. Так, ровно через неделю они встретятся с успешными бизнесменами и уже смогут задать вопросы тем, кто реализовал себя в предпринимательском мире. Что такое сити-фермерство? Каким должен быть технолог? И почему работа агронома так важна? На эти и многие другие вопросы получили ответы школьники, которые приняли участие во всероссийском проекте «Билет в будущее». Более ста учащихся во время профориентации узнали тонкости работы в таких сферах, как ландшафтный дизайн, агрономия, кондитерское дело и сити-фермерство. Завершающее занятие прошло в лаборатории кафедры транспортно-технологических машин и комплексов. Владимир Михайлов заинтересовался устройством машин после того, как увидел папу за работой в гараже. Папа рассказывал, как, что работает. Ну, там он совсем немного рассказывал. И когда я впервые отрегулировал, ну, там, начинал что-то делать здесь, регулировать механизм, мне от души понравилось. Профориентационные пробы темы хороши, что у ребят есть возможность потрогать все своими руками, попробовать, как работают устройства и оборудование, получить ответы на все вопросы. Постоянно развивающаяся материал-техническая база, новая лаборатория, новое оборудование стало большим плюсом в работе над этим проектом. Наставниками проекта стали настоящие профессионалы, энтузиасты своего дела. По завершению профпробы ребята ответили на контрольные вопросы. Тестирование поможет систематизировать и закрепить полученные знания. Ольга Семенова, Александр Мореев, Республика. Чувашская государственная академическая симфоническая капелла готовится к Международному фестивалю созвездий земляков. Он пройдет завтра, 24 ноября. Что ждет ценителей музыки, расскажет Юлия Важенина. Филипп Лукин, Григорий Хербю, Юрий Кудаков в концертной программе прозвучат произведения чувашских композиторов, а откроет фестиваль «Торжественная ода» Федора Васильева. Кстати, это произведение автор написал еще в честь 425-летия вхождения Чувашии в состав русского государства. Эта программа была подготовлена к столетию со дня образования чувашской автономии. И, конечно же, мы очень желали, чтобы на нашей концертной программе были известные наши земляки. Исполним также произведения наших композиторов, братских наших республик. Одно из таких произведений – концерт для фагота и симфонического оркестра татарского композитора Анатолия Лупова – исполнит Михаил Шиков. Родом он из Чувашии, но уже давно живет и работает в Екатеринбурге. Михаил долго искал свой музыкальный инструмент. Играл и на флейте, и на валторне. Но только с фаготом зазвучал по-настоящему. Играет на нем вот уже 26 лет и даже говорит о фаготе, как о старом друге. Когда только мы с ним встретились, меня очень очаровал запах. Я открыл хутляр, и этот запах выдержанного дерева – незабываемое ощущение. Вот так мы с ним встретились, познакомились. И, надеюсь, будем вместе еще долго. Окунуться в воспоминания зрителя фестиваля вместе с Екатериной Николаевой. На сцене она исполнит произведение ностальгии Алексея Козлова. Мне нравятся мелодии. Вообще, эта музыка связана с моим детством, на самом деле. Потому что эту музыку любил мой папа. Вот, он включал ее, и я как-то так запомнила. Она у меня отложилась в голове, в памяти. Екатерина играет на саксофоне, и для симфонического оркестра это большая редкость. Не каждый оркестр может этим похвастаться. Организаторы фестиваля приготовили еще много сюрпризов для зрителей. Всех ценителей ждут завтра в сценах Чувашского драматического театра. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Это были главные новости понедельника, 23 ноября. А я прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин